Во все времена во главе государств были правители. Назывались они по-разному. Фараоны, императоры, шахи, султаны, короли, цари, князья, первые республики с президентом появились только в новом мире. Молодые и энергичные колонизаторы стремились избавиться от пережитков монархического строя. По этой причине должность главы государства стала выборной, непожизненной и ограниченной конституцией. В переводе с латыни президент означает «сидящий впереди». В 1789 году первым президентом стал Джордж Вашингтон. После этого президентство стремительно развивалось и в других странах. В наше время президенты возглавляют большинство государств мира. В их функции входят представительство страны во внутренних и внешних отношениях, обеспечение государственного суверенитета и национальной безопасности, командование вооруженными силами и другие. Выборы – это неотъемлемый признак демократического государства. Так человек не только реализует свое гражданское право, но и определяет будущее страны. Часто многие считают, что один голос ничего не решает и игнорируют выборы. Но таких голосов могут быть сотни тысяч. Тут и срабатывает теория пассивного большинства против активного меньшинства. Выигрывает второе и зачастую выбирают не самую достойную кандидатуру. Не пойти на выборы – значит не иметь морального права проявлять недовольство ситуацией в стране и критиковать деятельность президента, которого выбрали за вас. Каждый сознательный гражданин своей страны осознает важность выборов, потому что от них зависит будущее. И даже один голос может стать решающим для того, чтобы государство развивалось и двигалось вперед или оставалось на месте. Гульнара Гильдеева, Наталья Романова, новости телекомпании «Луч».